Потом в Третьяковскую галерею. Ой, вот учу тебя, учу, толпу не грамма. Ведь в этой Третьяковке только одни командировочные, или гости столицы. Я же туда картины иду смотреть, а не людей. Паноптикум, Дом древности, Храмузы, а попросту музей. Место, где бережно хранят бесценные сокровища истории и культуры. Говоря о музеях России, прежде всего представляют Эрмитаж, самый большой художественный музей в мире, хранилище шедевров да Винчи, Рембрандта и Черного квадрата Малевича. Вторым номером у туристов обычно значится Третьяковская галерея, где вкупе с мировыми шедеврами классиков живописи представлена самая большая коллекция русского авангарда. Ну а русский музей в Санкт-Петербурге является крупнейшим в мире музеем русского искусства, который охватывает все исторические периоды, жанры, направления и школы более чем за тысячу лет. Однако свои культурные жемчужины есть и в небольших городах России. Население Зеленоградска чуть более 17 тысяч человек, хотя в летний сезон эта цифра увеличивается в разы. Ухоженный городок на берегу Балтийского моря привлекает тысячи туристов. Однако волны Балтики не всегда располагают к пляжному отдыху, чем и воспользовались местные коллекционеры. Сегодня в Зеленоградске работают шесть частных музеев. Музей черепов и скелетов одновременно ужасный и притягивающий. В коллекции более тысячи экспонатов. Человеческие кости, черепа животных и рыб. Выставка рассказывает о символическом значении черепа и костей в древней культуре и до наших дней. Будь то байкерская атрибутика или мексиканский день мертвых. Есть медицинская экспозиция и, конечно, присутствует череп из настоящего янтаря. Как бы мрачно, в первую очередь, не казалось, к этому начинаешь проще относиться в таком месте. А здесь, как это вписывается в обычную жизнь, в бытовых вещах, насколько это может быть неочевидно, этим и привлекает, насколько это может легко подаваться. Такие эмоции не почувствуешь в обычной жизни и начинаешь о чем-то таком задумываться. Какими бы страшными ни казались черепа, этот музей, как ни странно, очень нравится детям. Наверное, потому что здесь собрано множество интерактивных экспонатов, которые поют, танцуют и пугают. Здесь можно посидеть в стоматологическом кресле середины 20 века, рассмотреть на неготоскопе настоящий рентгеновский снимок с переломами разных костей. Когда к нам приходят, многие даже педагоги говорят, что в принципе здесь очень круто показывать детям, что такое человеческая первооснова, которая находится внутри организма. И, допустим, медицинская экспозиция у нас достаточно понятная и доступная. Можно посмотреть, из скольких костей в среднем состоит человеческая первооснова. А что у нас череп, это не единая кость. Самый молодой частный музей в Зеленоградске – музей кукол. Он открылся лишь полгода назад и сразу стал популярен. Владелица коллекции собирала ее 15 лет. И сейчас здесь более 700 экспонатов. Это советские куклы Барби, антикварные, авторские куклы-манекены, персонажи сказок, а также коллекционные и редкие куклы. Попал в детство, когда подружки и сестры играли в куклы, я увидел те же самые куклы, которые они использовали в своих играх. Калининградские художники сделали для музея необычные кукольные домики – копии реальных исторических зданий Зеленоградска. В домиках своя мебель и посуда. В общем, все, что нужно для счастливой кукольной жизни. У нас работает аудиогид, и он рассказывает о наших куклах, которые живут в этом мини-городке. И совмещаем с историями. Допустим, вот телеграф, кем он был до войны, вот сейчас, что в нем. И так по каждому домику экскурсии рассказываются. А в здании старинной водонапорной башни находится мурариум. Он же – музей кошек. Крупнейшая в России арт-коллекция, посвященная хвостикам. Всего более трех с половиной тысяч экспонатов. Мягкие игрушки, поющие и танцующие коты, часы и керамические фигурки. Телефоны в виде котов-котоматрешки, котосветильники. Есть даже Сальвадор Дали в кошачьем воплощении. Вот здесь собраны различные изображения котов и кошек. В первую очередь это авторские работы, коллекционные издания, экспонаты, привезенные из других стран, и раритетные вещи, и интерактивные экспонаты, которые могут поднять вам настроение. В музее можно изучить даже так называемую схему коте. Узнать, где у него урчало, релаксатор, область переживаний и накопитель кошачьей грусти. Многие регионы России стараются привлечь туристов необычными музеями. Например, в Самаре есть уникальный музей лягушки. В городе мышки неожидаемо мышиная экспозиция. В Пензе – музей одной картины. А еще существует музей ложек, утюгов, наперстков и даже музей мусора. И, конечно, для всех интересующихся местной историей работают краеведческие музеи.